всем привет друзья пора уже приступать к сборке нашего макларна первое-наперво что надо сделать это порыться в интернете найти фотографии посмотреть на оригинал посмотреть как другие люди собирали эти модели после чего берем в руки схему сборки и начинаем ее изучать на третьей четвертой модели этот процесс вам дастся уже довольно легко вы уже на глаз сможете прикинуть что делать что нет второе это обезжириватель берем кисточку обезжириватель и проходим все литники обязательно очищаем от тех смол которые остались от пресс-форм в которых отливали эти самые литники процесс обезжиривания можно осуществить с помощью моющих средств мыло и теплой воды главное не забывать что практически после каждого процесса который вы совершаете со своими деталями их нужно мыть обезжиривать чтобы дальнейший процесс проходил гладко я собирался нашу модель делать только внешне без особой внутренней проработки но ее конструкция и фотографии в интернете раздразнили меня делать все качественно делать все как надо поэтому не буду много рассказывать переносимся сразу на рабочий стол и поехали в первую очередь я отделил крупные детали которые нашел на литниках это корпус обтекатель элементы как пита днище соответственно заднее антикрыло и конечно же носовой обтекатель пару слов об этих деталях значит что касается носа здесь не хватает вот тут внизу одной пластинки я не знаю с какой целью они вырезали могли бы вставить эту пластинку мы снимаем сразу заодно снимем и еще одну необходимую нам деталь для сегодняшней сборки есть тут и еще пару деталек они нам тоже пригодятся давайте снимем их именно на этой модели от to me maclaren mp4 на 7 я обнаружил что детали на литниках расположены неудобно не всегда бокорезами можно легко их снять приходится немножко изощряться в принципе это не такая уж и принципиальная важность так мы сняли два воздухозаборника подголовник пилота и вот ту самую нижнюю часть вот так она у нас будет закреплена и так как здесь будет шов и находится много следов от толкателей то мы все это будем прошпаклевывать также вот здесь на носу непонятный для меня пока что шов судя по всему это след от пресс-формы может быть и нет но он не кажется мне правильным я буду устачивать и выравнивать с общей поверхностью что касается блока кокпита здесь очень много различных элементов с ним не так все легко во первых видно что деталь заточена под покупку дополнительных элементов проводки и всего остального во вторых с ее покраска я пока не определился потому что эти боковые понтоны должны быть окрашены в другой цвет в общем возни с этим кокпитом будет очень очень много но пока что мы просто сточем все пеньки и отложим ее в сторонку днище честно говоря я думал что из-за отсутствия планки деревянной на днище машины возиться с ним не буду вообще не буду красить не буду грунтовать и все остальные процессы делать но при ближайшем рассмотрении оказалось что это одно из самых сложных днищ в истории формул-1 шучу конечно но повозиться с ним придется капитально во-первых внутренняя отделка довольно детализирована мы будем проклеивать и термозащиту и может быть какую-то имитацию карбона во вторых здесь много следов от толкателей будем их закрывать ну и на самом днище я рассмотрел на одной из фотографий что днище местами прокрашена в такой не очень понятный желтоватый цвет что это я точно сказать не могу может быть какая-то термозащита может быть усиление для уменьшения износа днище и так далее но будем в процессе уже со всем этим разбираться но и плюс конечно выход выхлопа в нижнюю часть болида его тоже нужно будет прокрашивать в общем днище у нас непростое антикрыло как я уже говорил в полном сборе здесь не хватает по моему одной планки только она будет крепиться сверху в общем то с антикрылом самое главное будет придумать как его красить следы от толкателей на нем практически отсутствуют займемся им позже ну и наш основной обтекатель во-первых очень большие пеньки соединяли его с летниками здесь придется сильно потрудиться чтобы их сточить скорее всего эти места еще придется и шпатлевать чтобы у нас все было гладко и ровно главное не забудьте что пеньки которые расположены для крепления к днищу должны оставаться не сточите их заодно второе заботливые японцы сделали для нас разметку где должна проходить граница между красным и белым цветом странно как это они не подумали о том что нам придется эту деталь шкурить грунтовать и так далее общем то вся разметка уйдет в небытие ну да и ладно здесь необходимо будет вклеить подголовник пилота и также вот эти боковые воздухозаборники с ними история отдельная нужно внимательно смотреть на фотографии потому что часть шваб нужно зашпаклевывать остальную часть оставлять потому что на оригинале там были ярко выраженные швы и вся эта деталь прикручивалась болтами к самому корпусу в общем то вот и вся работа которая предстоит нам в ближайшее время сейчас мы берем в руки нож кусочек наждачки можно взять напильничек и приступаем к работе хотя подождите подождите есть у нас еще одна деталь которая требует очень внимательного отношения к себе это блок двигателя с коробкой передач мы его тоже сразу отсоединим очень толстые пеньки тут на ледниках вот он наш 12 цилиндровый монстр вернее его основа на прошлой модели я не учел некоторые мелочи швы все эти на двигателе общем в этот раз постараемся быть более внимательными для начала также подготовим деталь и склеим ее двигателю пожалуй уделим отдельное внимание отдельную серию сразу подведем промежуточные итоги что касается блока двигателя все очень и очень сложно здесь нужно вклеивать деталь которая будет другого цвета придется капитально повозиться пока все это страшно общем я всего склеил и пойдет что касается днища да и вообще моего первого ощущения от этого кита все очень обманчиво с днищем пришлось повозиться очень серьезно во первых я встретился с облоем он был практически везде на задней части и пришлось полностью ошкуривать обрабатывать очень много толкателей причем есть они видных местах единственное что меня слегка порадовала вот в этих местах видных которые будут прям снаружи болида были толкатели но они какие-то странные они были в форме пеньков торчащих то есть я просто их сточил наждачкой и все но зато вот здесь внутри что тоже будет принципе проглядываться особенно на фотографиях была целая куча этих толкателей пришлось все стачивать довольно серьезный облой был и на планке держателя двигателя чтобы нам создало потом проблемы при его вклеивание в модель но и в результате все днище получилось вот такой вот пошарпанная в общем вывод один днище не из лучших его надо шкурить шкурить очень много шпаклевать я тут ничего не буду потому что стер все пеньки от толкателей шпаклюем покрасим и займемся им дальше единственное что порадовало что в отличие от ferrari f310 b здесь ничего не нужно дополнительно вклеивать нищий идет одной деталью уже готовой это во многом облегчает нашу работу собственно говоря все что я говорил о днище касается и монокока очень много пеньков очень они толстые и находятся в видных местах поэтому при стачивании появляются царапины и вам никак не удастся избежать дальнейшего окрашивания этой детали поэтому я все сточил все подготовил вот здесь опять же вместе крепления здесь я так понимаю бензобак находится у болида будет состыковаться с двигателем был облой поэтому все пришлось убирать затачивать и в результате деталь также уходит под покраску поэтому покупая эту модель не забудьте плюс баллончику с белой краской из красный флуоресцентный приобрести вот такой-то с 29 черный баллон ибо красить и красить и красить но с другой стороны я нашел положительный момент потому что хотелось покрасить боковые понтоны в другой цвет но теперь сама судьба велит это сделать повожусь я наверное с этими боковыми понтонами и учитывая количество всевозможных приборов которые подключались проводками попробую обтянуть все это проводами если получится друзья ибо пользоваться я буду самодельными проводочками так как не желаю тратить несколько тысяч рублей на уже готовые примочки к этой модели в общем-то говоря вот так мы оставляем черные детали и переходим к деталям белым здесь тоже сейчас будет очень много работы снять все пеньки вклеить необходимые детальки и потом перейдем уже к рассказу о шпатлевании что нужно тут шпатлевать что нет в общем-то днище практически не нуждается в этом процессе монокок тоже двигатель нуждается но щель находится в таком месте что ее просто уже не достать потому что возникла необходимость вклеивать деталь давайте покажу вот так если вам будет видно вот здесь между вот этими торцевыми пластинами вклеена небольшая деталька которая будет другого цвета но если и не вклеить сейчас то потом двигатель просто треснет у нас они же находится планка на которой есть щель вот как ее там зашпаклевать и зашкурить я честно говоря не представляю надо даже не буду пытаться этого делать это косяк разработчиков пусть они пеняют на себя все переходим к белым деталям вот поспели у нас белые детальки с ними история абсолютно та же что и с черными оказалось очень много оплоя причем он такой подленький он очень тонкий проходить наждачки надо практически все все поверхности что вы видите все ребра все надо стачивать это долгий и нудный процесс но он необходим потому что потом просто не сойдется я вклеил на днище носа необходимую деталь все это обточил по бокам с внешним обтекателем было посложнее очень толстые пеньки везде очень толстые в таких местах видны что приходилось все это долго и нудно убирать вот эти вот ребра боковых понтонов здесь был облой судя по всему это остатки от пресс-форм выглядело не четко к себе но я решил сточить чтобы все было гладенько красивенько момент стыка носа и внешнего обтекателя верхнего нужно прям выводить аккуратненько наученный горьким опытом прошлой модели я теперь подгоняю все эти детали вот так она становится и должно все сочетаться но опять же когда вы это делаете подгоняйте друг другу нужно опять все дорабатывать наждачкой потому что везде этот облой он небольшой но такой подлый пользуясь я в этот раз не наждачкой знаменитой японской фирмы во много раз более дешевым аналогом из магазина авто эмали компания сия покупайте себе сколько хотите листов по 20 рублей и спокойно моделируйте вот эта деталь подголовник пилота просто не садится на свое законное место она чуть меньше чем отверстие поэтому здесь приходится долго держать не самое приятное занятие ну и боковые наши воздухозаборники я их вклеил тоже пришлось много точить чтобы они легли ровно вот тут вас настигает один из принципиальных моментов при сборке этой модели швы швы которые находятся вокруг воздухозаборника их надо оставить а вот здесь внизу идущие от вклейки этой детали швы их нужно зашпаклевать сейчас мы этим и займемся и самое главное следить за общим горизонтом нижним чтобы деталь шла ровно для того чтобы прошпаклевать все эти моменты нужно сначала пройти здесь слегка повылазил клей проходим все эти швы наждачкой хорошенько зачищаем чтобы у нас получилось ровная поверхность данном случае использую 600 наждачку обязательно там где толкатели тоже пройтись наждачкой чтобы шпаклевки было за что держаться и обязательно после того как вы все это сделали вашу модель хорошо помыть обезжирить чтобы шпаклевочка потом не выпадала значит здесь на носу мы шпаклюем только вот этот низ и толкатели на антикрыле будем делать ровно антикрыло но здесь у нас все намного сложнее во первых боковые понтоны тут везде везде торчит облой даже на внутренней поверхности там где его и быть не могло тоже находится довольно сильно протек клей приходится все это снимать не знаю может быть это я такой придирчивый стал нас этой модели ощущение что я этим кусочком наждачки и вытачиваю просто из какого-то кирпича все ребра которые есть на этих деталях их все нужно обработать все примерно вот так у нас получается боковой понтон до шпаклевания показываю все вы сами просили поподробнее поподробнее это выглядит вот так сидишь часами мы не часами со полтора-два и вытачиваешь модель очень неприятное место здесь она пуклая клей попал на саму деталь собственно говоря это все не страшно если где-то у вас там протек клей вот на этой стадии сборки то все равно дальше мы будем обрабатывать всю деталь наждачкой хотя это и очень спорный момент потому что некоторые утверждают что материал хороший гладкий можно грунтовать прям так но друзья грунтовки надо за что-то держаться поэтому мы все-таки пройдем эту модель но об этом позже сейчас нам надо сделать конфетку из этой кучи облоя и пеньков приключения начались как мы этого и ожидали несмотря на цену кита качество никак на это не влияет значит можем сделать вывод что цена кита зависит от цены лицензии на ту или иную модель поэтому джордан 91 года уже не существующей команды стоит 800 рублей а red bull пятилетней давности три с половиной штуки но сейчас мы прошпаклеваем все необходимые щели подождем когда высохнет и снова их отшлифуем что шпаклевать детали сущие удовольствие для извращенцев низ носовой части прошпаклеван уже ошкурен ну а с обтекателем основным возникли проблемы пришлось шпаклевать его два раза сейчас я буду делать это третий раз сильную осадку дает шпаклевка в результате швы вылазит наружу все равно вот это место просто адская она изогнута во всех направлениях плюс ко всему как помните деталь у нас держится не очень хорошо она не подходит слегка по размеру поэтому того и грозит вывалится дает трещину шпаклевки мне пришлось проклеить с другой стороны еще раз и третий раз сейчас будем наносить шпаклевку пусть подсыхает ну а нам предстоит следующая процедура мы берем тысячную наждачку и для того чтобы грунтовать наши детали нам нужно их слегка заматировать наждачкой просто берем вот так на сухую аккуратненько шлифуем детали становятся слегка матовыми это нам и нужно желательно чтобы швы которые не должны быть шпаклевки у вас оставались чистыми поэтому мы аккуратненько излишки которые попали в наш шов оттуда и извлекаем как только все детали будут пройдены тысячной наждачкой их можно грунтовать но перед этим желательно их промыть в воде обезжирить да что там желательно это обязательная процедура я сейчас делаю это быстро но на самом деле это занимает довольно порядочное количество времени и еще следите за тем чтобы не сточить наждачкой пусть даже и тысячные мелкие детали здесь на корпусе присутствуют имитация заклепок прочие какие-то необходимые швы разрезы пенечки старайтесь все это не задевать иначе потом вылезут проблемы которых вы даже и не ждете наша шпаклевка подсохла снова берем 600 наждачку и начинаем аккуратно все зачищать я надеюсь на этот раз трещина не пойдет место весьма специфическое подлезть очень сложно нет опять эта деталь вывалилась не хочет она держаться видимо придется использовать супер клей где у нас был супер клей почему такая опасная процедура для модели сейчас будет совершена иначе она никак держаться не хочет подождем когда высохнет снова прошпаклю им снова зачистим затем всю деталь заматируем тысячной наждачкой на этом пожалуй на сегодня все в следующий раз мы перейдем к нашему двигателю что ж друзья первый подход так сказать к снаряду не вызвал особого восхищения большое количество облоя не подходящие друг другу детали все нужно долго выверять долго затачивать все те же стандартные проблемы с толкателями но благо это не первая моя модель поэтому есть какая-то уверенность что все будет хорошо главное стараться главное не забивать на различные косички чтобы потом не было стыдно за то что вы сделали думаю в этот раз дело у нас пойдет намного быстрее так что до скорой встречи